Ученые Казанского федерального университета разработали технологии, которые могут стать основой для импортозамещения композитных материалов при создании пассажирского самолета МС-21, разработанного в России. Это возможно сделать совместными усилиями КФУ и КНИТУ КАИ. Об этом сообщил заведующий лабораторией перспективные углеродные наноматериалы химического института имени Бутлерова КФУ Айрат Демиев. Дело в том, что материал крыла МС-21 был собран из композитов, которые не производятся в России, а производятся в Японии и США. Таким образом, оно становится более прочным и легким. Но когда проект закрыли санкциями, самолет остался без крыла. Сейчас же в России пытаются развернуть производство таких композитов, но теоретически такое открытие, как графен, также может быть использовано для его создания. У нас что такое самолетное крыло? Это углеволокно, то есть карбон, которое пропитано, будем так говорить, вот этой эпоксидной смолой или какой-то еще смолой. И чтобы улучшить, будем так говорить, механические качества этого крыла или этого материала, нужно увеличить адгезию между углеволокном и полимерной матрицей. А вот оксид графена, с которым мы работаем, это же тоже карбон. Он, с одной стороны, кислородный карбон, а с другой стороны, у него есть там такие домены чисто углеродные. И вот мы, кстати, давно про это думаем, надо только начинать это воплощать в жизнь, что, может быть, вот эти добавки оксида графена в эту смолу как раз способны увеличить вот эту адгезию между смолой и углеволокном. В данном случае оксид графена будет промежуточным слоем. Это может сработать. Кроме того, было обнаружено, что введение оксида графена меняет реологические свойства некоторых эпоксидных смол. Эти технологии могут использоваться, в частности, в изготовлении припрегов – композиционных материалов полуфабрикатов. Вот все вот эти композиты, которые, ну, если они в самолетном крыле, то, может быть, каких-то других конструкционных деталей, каких-то других машин однозначно могут использоваться. Здесь вот, если эту область дальше разрабатывать, так вот, целенаправленно, то, может быть, на что-то, конечно, можно и выйти. Более подробно ознакомиться с темой можно в передаче «Смотрите, кто пришел» на сайте Казанского университета. Валерия Муратова, Универ-Ньюс. Валерия Муратова, Универ-Ньюс. Продолжение следует...